Друзья, всем привет! Автолюбители, автоводители, автовладельцы, всем привет! Судят по ОСАГО. Расскажу ситуацию, с которой я столкнулся, и возможно будет полезно миллионам водителей нашей огромной страны. По ОСАГО. Когда мы приходим заключать договор ОСАГО, можно все почитать, но тут нет никаких пунктов сносов, пометок. Здесь есть пункт 4, в котором сказано, страховая сумма определяется законом 40 от 2002 года. Открываем закон 40. Там написано, что ответственность застрахована до 400 тысяч рублей. То есть я застрахован на 400 тысяч рублей. Моя ответственность. Год назад было ДТП. В этом ДТП меня признали виновным. Второй участник был. Вызвали гаишников, они приехали, зафиксировали, запротоколировали, и мы уехали по сторонам. Я к себе домой, он к себе домой. Проходит месяца 3 или 4, и на меня из повестки, и из суда приходит повестка, что на меня подали в суд. Денег с меня хотят стеребить, оказывается. После ДТП на следующий день этот пострадавший приехал в свою, нашел какую-то независимую экспертную организацию. В этой экспертной организации ему насчитали ущерб в 156 тысяч рублей. То есть, зная сумму ущерба, имея на руках документы с этим расчетом, этот пострадавший пришел в свою страховую компанию. И в своей страховой компании он заключил добровольное соглашение, что он не будет проводить еще экспертизу от страховой, и он добровольно соглашается, без проведения экспертизы, соглашается получить меньшую сумму, 115 тысяч рублей. И он эти 115 тысяч рублей получает на руки. Ну, ему на счет переводят. Заключение настоящего соглашения является добровольным, осознанным и свободным выбором заявителя. То есть, этот пострадавший добровольно, свободно и осознанно ограничил себя в правах. Вместо того, чтобы получить полную сумму ремонта, которую ему насчитали, он получил меньшую сумму добровольно. Проходит еще какое-то время. И этот пострадавший продает право требования долга третьей стороне. Эта третья сторона, я вообще знать не знаю, кто это такой. Он не пострадавший, не участник ДТП. Я в глаза его никогда не видел. Просто это коммерсант, который за 2000 рублей выкупил право требования долга, и теперь этот коммерсант через суд пытается с меня отжать еще денег. Это называется договор ЦССИ. Вот так вот он выглядит. Дальше. Наш Вельский районный суд Архангельской области выносит судебное решение, что я должен денег заплатить. Не обращая внимания на то, что я застрахован на 400 тысяч рублей, складывается такое впечатление, что эта страховка ОСАГО нафиг никому не нужна. Всем на нее просто наплевать. Я говорю, не, ребята, давайте назначим судебную экспертизу. Мы с моим юристом, который помогает мне в этом деле, нашли организацию, еще одну экспертную организацию. За 7 тысяч рублей мы промониторили рынок, нашли где подешевле. За 7 тысяч рублей мы на суде попросили, выставили ходатайство, попросили назначить еще одну экспертную организацию. Отправили письма. И этому, и этому ответа не пришло. То есть, де-факто и де-юре, они согласились с нашим выбором. Но суд, несмотря на наше ходатайство, несмотря на нашу просьбу, назначил свою организацию экспертную. Уже за большую сумму мы просили за 7 тысяч рублей. Я не миллионер, чтобы туда 20-ку платить, сюда 20-ку платить. Мы просили за 7 тысяч рублей. Суд выставил совершенно другую организацию за 20 тысяч рублей. Причем суд выставил экспертному учреждению индивидуального предпринимателя в скобочках общества с ограниченной ответственностью. Это вообще как? ИП в скобочках ООО. И это пишет судья. Нет такой правовой формы собственности ИП в скобочках ООО. Вы куда меня отправляете? К кому? ИП в скобочках ООО. Я просил другую организацию. Суд меня направляет совершенно в иную. В свою в какую-то. Причем там тариф в 3 раза дороже. 20 тысяч рублей. Это суд меня отправляет. В свою какую-то толкает организацию экспертную. Я говорю, не, ребята. Мы подаем жалобу на это решение суда. Жалобу нам отклоняют. Мы подаем жалобу в областной суд, вышестоящий. Областной тоже отклоняет. Но мне даже не понравилось ИП в скобочках ООО. Это как так? ИП в скобочках ООО. Мне только это уже не нравится. И сумма дорожная в 3 раза. Мне это тоже не нравится. Я имею право отказаться от этой организации, которую суд мне впехивает. В общем, не успев я воспользоваться своим правом отказаться, районный суд проводит эту экспертизу и присылает мне документы, что я уже должен денег экспертной организации. Я еще даже не успел воспользоваться правом и отказаться. В общем, мы сейчас еще подаем жалобы в вышестоящий, в питерский суд, насчет этой экспертизы, которую мы не хотели проводить в этой организации ИП в скобочках ООО. Все-таки районный суд вынес решение взыскать с меня в пользу этого третьего коммерсанта, который бабки хочет заработать на чужом горе, на ровном месте. Причем он не участник ДТП, не пострадавший никто. Зовут, кстати, этого третьего Иванов Виталий Алексеевич, житель Северодвинска, земляк Йок-Макарек. Не буду говорить, где живет, чтобы не разглашать персональные данные. Возможно, живет на улице Юбилейная, а возможно, не на улице Юбилейная, может, на другой улице. В общем, суд вынес решение взыскать с меня в пользу этого коммерсанта 50 400 рублей в счет возмещения ущерба. Он кто? Он какой ущерб-то понес? 7 тысяч рублей в счет расходов за оказание услуг по оценке ущерба. 15 405 рублей в счет возмещения судебных расходов, связанных с рассмотрением дела. 1712 в счет уплаты госпошлины и 20 тысяч рублей оплатить за экспертизу судебную, ИП в скобочках ООО. Ребята, 115 тысяч получил пострадавший. Тут насчитали мне еще почти сотку. Куда катится этот мир? Я сейчас покажу вам, какой ущерб был. Ущерб. У меня колесо повредилось и крыло. И у того участника второго пострадавшего тоже колесо и крыло. Смотрите. Здесь даже, почему никто не вызывает мою машину на экспертизу? Почему никто не исследует мою машину? Здесь даже и не пахнет этими суммами, которыми они оперируют. Один 115 получил, второй тут уже к сотке подползает. Какие тут? 100 и 100. Тут максимум 1000 на 20 ремонта. У меня же не танк, не броневик. У меня такое же тонкое железо. У меня получается, только пластмасска лопнула. Я заклепал ее. Вот ширка у нее есть. Здесь ширка у нее дальше пошла. Все, больше ничего не пострадало. Пострадало только немножко. Железо поменялось на крыле. И вот эту пластмассскую арку оторвало на крыле. Все. Максимум весь ремонт 1000 в 20. Но никак не в 200, которыми они оперируют. Это что за разводилово такое, ребята? И вот эта ситуация, ребята, с разводом может принять просто глобальные масштабы. Мы с вами обычные водители, обычные пользователи. Когда приходим заключать договор ОСАГО, здесь ничего не прописано таких тонкостей. Зато в суде, когда судья вынес решение, на трех страницах путаница такая. Я весь заблудился, весь запутался в этих их формулировках. Машина с учетом УТС, машина без учета УТС, машина ремонт по стоимости старых запчастей, по стоимости новых запчастей. Износ машины, не износ машины, на трех страницах, ребята. Я не юрист, я этого знать не должен. Я должен быть застрахован по требованию государства на 400 тысяч рублей. Что я и выполнил, я застраховался. И знать эти тонкости, УТС, не УТС, я не обязан. И вот эти юристы, которые пытаются отжать денег на чужой беде на ровном месте, они просто пользуются вот этими всякими формулировками. Итак, дело открытое, так что я могу назвать этого третьего. Иванов Виталий Алексеевич, житель Северодвинска, коммерсант, решил заработать денег на чужом горе. И судья, который рассматривал дело и который вынес это решение, Латфуллин Ильдар Гаттулфатович. Это судья Вельского районного суда. В общем, вот такая, друзья, история. Пишите свое мнение, как вы думаете, что вы думаете об этой ситуации. И мне нужна ваша поддержка. Распространить это видео как можно больше, как можно шире. Только огласка сможет, возможно, решить этот вопрос. Я пока еще обжалования вышестоящие не подал, так что не надо писать в комментариях, что это видео будет давлением на вышестоящий суд. Вышестоящие жалобы я еще не подал. Сегодня 27 октября. Вышестоящие, я не знаю, буду подавать или не буду. Так что давлением это видео не является. Посмотрим, как вышестоящий суд какое решение вынесет. Будем дальше податься. Если надо, и до Верховного дойдем. Все, друзья, спасибо, что смотрите. Нажимайте красную кнопочку, чтобы подписаться. Будем смотреть, как дальше будут развиваться события. И, пожалуйста, раскидайте это видео пошире. Распространите. Нужна поддержка и огласка. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok